Наверное, немного странно получать подарки от совсем незнакомых людей, да? Разомни пушистика с разных сторон, чтобы я, не дай бог, не похудела. Та-дам-тадам! Здесь у меня новинки белорусской косметики и очень красивое оформление. Всем привет! Сегодня у нас такое лайтовое видео о новинках. Кое-что я буду распаковывать, о чем-то я уже буду рассказывать более подробно, потому что это я покупала сама или чем-то дольше пользовалась. В общем, не затягиваю. Поехали, потому что сегодня будет много всего интересного. Вы не поверите, я буду последним блогером, кто вставит своих 5 копеек на тему тонального крема коллаген. Я столько всего слышала, что я уже не могла дождаться, когда же я его закажу, где-то куплю, где-то достану буквально из-под земли. Потому что в магазинах здесь его нет. На ebay я не нашла с доставкой в Польшу. В общем, когда я увидела, я сразу схватила, и мне было все равно какой-то оттенок, и оказалось, что он мне темноват. Это 21 цвет, и я думаю, что на весну-лето будет как раз идеально. Сейчас, в принципе, если там немножко растянуть на шею, и в принципе такая разница не особо бросается в глаза. И когда я показала его на своем инстаграме, многие написали, что это шикарнейший тональный крем за копейки, еще и такой большой объем. Здесь 100 миллилитров, и я за него заплатила около 10, ну может 11 евро. И некоторые из вас писали, что он также беспощадно забивает поры. Я боялась им пользоваться, но думаю, ладно, была не была, мазала каждый день. Слушайте, это тональная основа. Это тот случай, когда тональный крем буквально сам выпрыгивает из баночки, сам наносится, сам растушевывается, и чудесно держится. Я даже на фитнес с ним ходила, на очень интенсивную тренировку, и он держался просто как в литой. С ним ничего не происходит, и у него такой финиш. Вот он максимально естественный, и с ним лицо настолько красивое, увлажненное. Он практически незаметен на коже. Я его наношу в минимальном количестве, и он так распределяется, он так как-то впитывается в кожу. Для меня это что-то невероятное. Я никогда бы не подумала, что действительно он лежит так, как многие о нем говорят. И также благодаря тому, что вы вооружили меня информацией о том, что он может забивать поры, я более тщательно умывалась. То есть я использовала и гидрофильное масло, и также не самый нежный такой очищающий гель. И регулярно еще пользовалась щеточкой для того, чтобы, знаете, максимально все домыть. И у меня не было вообще никаких высыпаний, и с ним настолько здоровая, увлажненная кожа. И он такой, как я люблю. Он очень влажный, он даже в какой-то степени липкий. Он нуждается в припудривании. Если у вас жирная, комбинированная кожа, зимой просто замечательно. Я в шоке. Я не ожидала. Я буду пользоваться им дальше. Я хочу купить чуть менее темный оттенок, чтобы мне не приходилось смешивать его с чем-то, или растягивать до области декольте, или ходить в таких свитерах с высокой горловиной, в каких-то водолазках. Вот. А так, мне очень нравится и вот это увлажнение, и то, что он сияющий, но при этом не подчеркивает текстуру кожи. И держится он настолько круто, даже на моей коже без пудры. Я не ожидала. Я вам серьезно говорю. Если я попользуюсь им дольше и замечу, что он забивает мне поры, мне будет очень жаль. Я все равно буду его использовать на выход. И пока что я под огромным впечатлением. Надеюсь, что так будет и дальше. Я оформила подписку на новый оттенок. Жду, когда он появится в продаже. Я покупала нахер. В конце прошлого года у бренда Цараве вышло две новинки. Это очищающий гель и крем для тела. Эта линейка называется Эс Ана. Предназначена для такой сухой, огрубевшей, неровной кожи. И эти средства должны смягчать нашу кожу, отшелушивать, при этом не нарушая естественный барьер кожи. Выравнивать рельеф и, конечно же, улажнять. Давайте начнем с крема для тела. Здесь очень большой формат. Это 340 грамм. И я обожаю средства Цараве за то, что они не имеют никакой отдушки. Вот вообще никакой. Мне как-то кажется, что это делает средства такими как бы максимально универсальными. И каждый может пользоваться этими средствами. И также это дополнительный бонус для тех, у кого такая чувствительная, реактивная кожа. Парфюм может дополнительно ее раздражать. И вот в этом креме точно так же, как во всей гамме средств Цараве, есть их знаменитый комплекс трех церамидов, которые максимально быстро помогают восстановить наш защитный барьер кожи, предотвращают потерю влаги и как бы помогают ей больше защититься от воздействия внешних агрессивных факторов. Звучит немножко заумно. Вот, например, идете в бассейн, да, там хлорированная вода. Замечали, что кожа очень такая сухая, она даже шелушится. То есть, нарушен наш естественный защитный барьер кожи. Или умылись слишком агрессивным средством, раз лицо стянуло. Или, не знаю, там посидели в тепле, вышли на мороз, приходим в ветреные руки. Нужно работать не только с увлажнением, но и с защитным барьером. Я как-то буду более подробно рассказывать об этом в ближайших видео. И церамиды наши лучшие друзья в этом деле. Крем имеет такую как бы сливочную текстуру. Он без проблем распределяется и хорошо впитывается. И чем дольше ты им пользуешься, тем более гладкой, такой эластичной становится твоя кожа. Здесь в составе есть салициловая кислота, которая как раз оказывает вот это отшелушивающее действие. Также гиалуроновая кислота. Это увлажняющий компонент и 10% мочевины. Это мощнейший, увлажняющий, восстанавливающий и смягчающий компонент. Мне этот крем сейчас очень хорошо подошел. И когда наносишь его на такую кожу, как сахара, знаете, она раз. И выпивает его, и сразу рельеф выравнивается, становится такой более гладкой. Что касается геля. Здесь также, как и в креме, есть салициловая кислота, гиалуроновая кислота и, конечно же, вот эти церамиды. Он также не имеет никакого аромата. Немного пенится, когда наносишь его и хорошо очищает кожу. То есть, не до такого гиперскрипа, когда тебе аж прям неприятно. Нет. То есть, ты ощущаешь, что ты хорошо умылась или умылся. Но при этом кожа очень даже комфортна. И мне кажется, что как раз благодаря вот этому средству у меня меньше каких-то высыпаний, меньше забитых пор. Я могу спокойно продолжать тестировать всякие там декоративные штуки. Но я сейчас шучу. Но средство действительно очень достойное. И отшелушивает, и не пересушивает кожу. И так, как я сказала, сохраняет наш естественный защитный барьер кожи. Немного пиар-рассылок, которые я еще не открывала. Бренд Стеллари я также видела у многих девчонок. И спасибо огромное. Мне действительно было крайне интересно познакомиться и потрогать это все. Потому что мне нравился дизайн, когда я видела у других девчонок. И вот, наконец-то, они у меня. И я должна признаться честно, что я думала, что в жизни они будут выглядеть не настолько презентабельно, что ли. Это, насколько я знаю, это недорогая косметика. И очень красивое оформление. Такое, знаете, трендовое. Сейчас многие делают такие нюдовые упаковки. Та же Риана, та же Кайли. Вот. И я почему-то даже не рассчитывала на то, что это будет настолько красиво, настолько симпатично. Я вот вам серьезно говорю, что это очень достойно. Оттенок, который я достала первым, это 08 Superstar. Ой, заклеено все. Окей. Это супер красивый нюд. Такой холодный. Помада имеет фруктовую отдушку. И она кремовая, не матовая. Я немножко устала от таких супер матовых текстур. А это прям приятненько. И цвет супер крутой. Это коллекция нюдовых помад. Вау. Секси бейж. 05. И это реально так. Это очень-очень красиво. 04 Cool Nude. Так, холодненький. Как мне нравится то, что они кремовые. Вот честное слово. Ну и давайте посмотрим последний. Этот уже прям трендсеттер. 09. Предполагаю, что будет каким-то синеватым. Таким лиловым. Да. Ну, наверное, это будет мой самый редко используемый цвет. Потому что я как-то отошла в последнее время от лиловых помад. Я считаю, что это супер крутой запуск. И эта помада очень хорошо увлажняет. Губы я уже сейчас-то чувствую. Продолжаем. Я не знаю, откуда у Beauty Bomb мой адрес. Но они порадовали меня подарком. Я не открывала. У других не видела. Поэтому для меня это огромный сюрприз. Вообще, я не знаю. Возможно, у одной у меня так. Я совсем забыла, что через несколько дней у меня день рождения. И это не потому, что, не знаю, я как-то там комплексую по поводу своего возраста. Мне будет 32. Или у меня какие-то там другие депрессивные наклонности. Нет. Просто я была настолько занята и во время праздников. Потом день рождения мужа, Новый год, день рождения свекрови. Ну, короче говоря, было так много праздников. И вот эти вот все передряги со школой, что я забыла. Честно. И я такая, блин, у меня скоро день рождения. Типа, что делать? Вообще нет настроя. И у меня есть одна маленькая мечта. Отпраздновать свой день рождения в таком супер узком кругу, семейном, в одном месте. Если это свершится, то вы об этом узнаете уже, наверное, чуть раньше. И это видео выйдет уже после моего дня рождения, потому что я снимаю заранее. Но так как-то раньше не было совершенно никакого, не сказала, новогоднего видео. У меня даже нет мысли о дне рождения. И сейчас вот чувствую себя так, как будто у меня реально день рождения, там праздник. Так. О, это очень неожиданно. Почему я думала, что это уходовая косметика? Мне кто-то может объяснить? Fairy Puff. Это меню пуховка с блестками. Привет, в твоих руках маленький генератор сияния и волшебства. Разомни пушистика с разных сторон. В листульке можно наносить. Куда угодно, сияй. Так, я пальцем воткнула в тени Анастасии. И пока что я тут так блестю, что больше мне не надо. Но спасибо за хорошее настроение. О, вау. Три карандаша для губ и три нудовых. Они здесь так запечатаны, что пока я распечатаю, вы там уснете. Что это за косметика в таких няшных упаковках? Короче, без 100 грамм не разобраться. Девочки, просветите меня, что это за косметика. Я почему-то думала, что это типа как маски какие-то. Здесь у меня новинки белорусской косметики. Я очень люблю бренд Люкс Визаж. Кстати, вот эту новогоднюю коробку еще чуть раньше распотрошили мои мальчики. И попробовали конфеты. Спасибо большое за сладости. Чтобы я, не дай бог, не похудела. Но помимо вкусняшек здесь есть кое-что интересное. Много новых оттенков помад из линейки Пинап Ультра Мат. Кстати, это комфортные матовые помады. У них всегда такие очень удачные цвета, которые гармонично смотрятся на любой внешности. Причем есть и холодные, и более теплые разные текстуры. И я себе заприметила на весну вот этот 539, который называется Анита. Он мне напоминает, знаете, что Космо или какой-то из оттенков помад Мак. Он будет так освежать внешность. Подождите, я что-то не поняла. Это ультрамат. Да, она так хорошо нанеслась, не тормозит. Такой красивый цвет. И обязательно буду показывать вам в действии или в каких-то подборках. Там на весну, как я люблю, короче, с мастхевами. Здесь также есть пудра Пазлз. Выглядит она как мозаика. Бежевая. Причем с таким небольшим свечением. Окей. Когда-то она у меня была, но только в темном оттенке. Или это был бронзер, я что-то путаю. Ну, в общем, буду разбираться. Но самое интересное, это вот что. Это механические карандаши для бровей. И спасибо большое за разные оттенки. Потому что я могу сделать для вас свотчи. И потом также дать маме попробовать, там, знаете, подружкам. Чтобы как можно больше информации потом у меня было. И я вижу, что здесь есть вот такие более толстенькие. И, кстати, я не знаю почему, но я сразу заметила, что они сделаны в Германии. Вот так. Значит, здесь есть карандаши, которые и окрашивают, и фиксируют. То есть, дают объем и фиксацию. Мне кажется, что мне подойдет оттенок Tau 501. Они очень хорошо наносятся. И у них всегда такие тоже грамотные цвета. Вот этот тауповый, механический, я сразу скажу, что это не такой серо-коричневый тауп. Который очень часто где-то там у нас в голове, да, отображается, когда мы думаем о таком цвете. Он с такой, как бы, оливковой ноткой. И для меня, как для пшеничной блондинки, это наоборот плюс. Потому что такие брови меня освежают. Они не делают меня старше. И если у вас такой цвет волос, как у меня, и светлее, а в камере я всегда окажусь темнее, чем на самом деле. Вот. То для вас это как раз супер удачный цвет. Но я уверена, что Luxe Visage подумали и о других оттенках. Вот 502 Ash Brown. Он уже такой классический, именно серо-коричневый, да. И он, наверное, будет более популярным, чем первый. Но я вам говорила и говорю, и буду продолжать говорить, что я люблю такие слегка оливковые оттенки. Как у Анастасии Баверли Хиллз, как в палетке теней от MAC. Прям молодцы. Мало кто понимает, что нужно таким цветотипам, как я. Я, скорее всего, весна, а не лето. И вот действительно очень-очень хорошо, красиво смотрится на бровях. Дальше. Вот такие тоненькие карандаши. И это тоже механические карандашики. Карандашики. Знаете, что? Мое мнение, конечно, это только мое мнение. Но я была бы безумно счастлива, если бы здесь была еще и щеточка. Возможно, это делает еще дешевле продукт. Окей. И можно купить одноразовую щеточку. Но я очень люблю карандаши, где есть еще и щеточка. Не вопрос тоже. Понимаю, почему так. Но вот если бы еще что-то, просила бы щеточку. Идеальный оттенок для меня 301 Тауп. Но просто знайте, что это не тот Тауп, к которому многие, наверное, привыкли. И который многие будут ожидать. И Soft Brown это 32. Так, он уже такой не слишком холодный тоже. Может отдавать в краснинку. Тоже вас предупреждаю. И 303 Smoky. Он уже темноват, но более холодный. Вот, наверное, он как раз будет таким Тауповым в понимании многих. И в случае остальных вы увидите тоже. Просто вот такие первые какие-то впечатления. Я обязательно попробую в ближайшие дни. И ждите однозначно видео о бюджетных находках. Потому что у меня уже много всего. Если что-то из этого видео также мне приглянется, понравится, будет круто работать, то появится и там. Это однозначно покупки под влиянием YouTube. Средства от Наташи Диноны. Я так много и так часто видела их у своих коллег. Что мне просто стало интересно. Что за чудо средства, которые многие хвалят. Которые называют там самыми лучшими на рынке. Я думаю, мне же нужно познакомиться. Мне же нужно потрогать это, попробовать на себе. И вообще-то я собиралась заказать другую палетку. А потом, наверное, я настолько была отуманена разнообразием, изобилием того, что было в Сифоре. И еще и со скидкой, что взяла палетку Camel. Вы знаете, я ничуть не жалею. Как бы это базовая растяжка. Но, конечно, глядя на нее, можно сказать, что все они какие-то такие рожевато-бронзовые. Ничего особенного. Во-первых, здесь действительно особенные матовые тени. Они очень хорошо, очень красиво растушевываются. Они очень классно наслаиваются. Но по пигментации они все же уступают Анастасии и Беверли-Хиллз. Для меня это, наоборот, плюс. Я не люблю вот такие бабамистые тени, знаешь, нанесла. И сразу видишь, я люблю по чуть-чуть, потихоньку. Для меня это более контролируемый процесс. Когда я использую вот подобного рода тени. Или еще по суше, как у MAC, например. MAC я очень люблю. И, кстати, что касается вот этих вот таких шиммерных оттенков. Вот этот, да, бронзовый. Он по текстуре очень напоминает тени MAC. На которые многие жалуются. Типа они там очень сухие. Они не хотят сами по себе прилипать. Их нужно наносить или на влажную базу, или на влажный консилер. Корректор, скорее даже не консилер. Или же влажным способом. Для меня это не проблема. Тогда это еще больше сияет. Это более стойко. Это не так сыпется под глаза. И также не такой быстрый расход. Когда я получила эту палетку, я сидела, смотрела на нее. И думаю, наверное, мне нужно сходить к окулисту. Потому что я не сразу поняла, в чем разница между вот этими двумя оттенками. На практике оказалось, что вот эти тени, которые находятся посерединке, это идеальный переходной оттенок. И действительно вот такой верблюжий цвет. Он и не слишком рыжий. Вот прям, знаете, не оранжевый, да. Он, конечно же, теплый. Это однозначно теплая подборка оттенков. Если вы хотите что-то нейтральное, то это вообще не вариант. Но верблюжий цвет, он все-таки менее рыжий. И это те такие теплые тени, которые очень красиво смотрятся. И в работе именно матовые оттенки мне очень сильно напоминают тени от Tom Ford. Вот эти же, они, знаете, как черный чай с молоком. То есть, такой более теплый оттенок, да. Бронзовые. Я уже сказала, на что они похожи. И я не считаю, что это самые такие беспроблемные тени. И я хочу вам сказать, что как бы цена ого-го на эту палитру. При том, что здесь очень скромная упаковка. Да, она прочная. Это прочный пластик. Могу даже сказать, что он, наверное, вечный. Но здесь нет зеркала. И как-то, не знаю, ну, приятнее держать там Charlotte Tilbury в руках или Tom Ford. Вот по моим ощущениям, это не просто люкс, а такая премиальная косметика. И для меня вот эти вот все дополнительные моменты важны. Здесь все очень скромно. Что касается вот этого светлого оттенка, он очень приятный. Такой даже как полукремовый. Красиво смотрится и на всем веке. Я люблю наносить в уголок. И очень часто пользуюсь именно этой палитрой. Я вам хочу сказать, что да, я буду советовать ее и на весну, и на лето. Для всех, у кого теплый тип внешности, на загорелой коже будет смотреться красиво. Я очень часто пользуюсь повседневным макияжем вот этими тремя и кремовыми тенями от Beauty Drugs. И, кстати, они не вызывают у меня дискомфорта на глазах, несмотря на то, что они пылят. И вот если на кремовые тени наслоить вот эти, то получается очень симпатично. Сегодня я использовала только эти тени на своих глазах. Красиво, но вопрос в том, а стоит ли оно того. Вот как вы думаете, напишите. Марка Айзенберг также порадовала меня к праздникам. И я предполагаю, что здесь какие-то средства для макияжа. Да, моя интуиция меня не подводит. Это 4 средства из их декоративной линейки. У меня она есть еще с весны. Как только ее запустили, у меня были одни из первых образцов. И у меня сложилось четкое мнение, скажу так. Обновленная тональная основа представлена в более удачных оттенках. Потому что те, которые были раньше, они очень сильно окислялись. И сами по себе были довольно темными. Сейчас эта проблема, как мне кажется, решена. И тон, которым я пользовалась тогда, он был темнее, чем этот. Вот хорошо, что мне прислали сейчас светленький. Здесь SPF 25. Хорошая защита для повседневного использования. И вот когда я пользовалась им весной и летом, это хорошо, это приятно. Ощущалось, было достаточно увлажнения. Сейчас с моей сухой кожей я вот ощущаю, что, знаете, не хватает чего-то. Или супер увлажнения пот, или просто нужен какой-то другой сезон для этого тона. Но людей с сухой кожей, мне кажется, гораздо меньше, чем тех, у кого комбинированная или же более жирная. И вот это просто идеальная тональная основа для обладательниц именно жирной кожи. Мне кажется, что вам он будет давать и хорошее увлажнение, достаточное на каждый день, и хорошую защиту от солнца. И также приятное такое естественное покрытие, то есть он не лежит штукатуркой. Он фиксируется, но не стягивает как-то. То есть он хорошо ощущается приятно на коже, прекрасно держится, как я сказала. И это такое легкое к среднему покрытие, которое можно наслаивать. И вот то, что я хотела бы разыграть, это вообще я соберу для вас такой классный подарочек. Потому что все, что у меня есть, это благодаря вам. И я всегда за то, чтобы делиться. Чем больше я отдаю всего своей души даже, какой-то своей энергии, и тем больше возвращается ко мне. Я это чувствую, я это наблюдаю даже в такой повседневной жизни. Если я даже просто больше кому-то внимания уделю, это мне тоже потом возвращается в каких-то других сферах моей жизни. Но очень важно не только брать, но и отдавать. Этот консилер у меня есть. Я делала на него обзор, я показывала его в действии, в нанесении. И это, как по мне, один из самых таких классных консилеров, которые здорово смотрятся и на молодой коже, и на более зрелой. При этом он дает хорошее покрытие, он фиксируется, он не утяжеляет. Вот если у вас такое, знаете, пульсирующее воспаление на лице, то он, конечно, его не перекроет. Это типа как и консилер, и корректор два в одном. Для коррекции легких несовершенств да, но если что-то такое огненное, воспаленное, то этого будет недостаточно. Но я всегда за более легкий макияж, более естественно выглядящий. И я также пользовалась этим оттенком. Я считаю его самым универсальным, пожалуй. Но я тогда была довольно загорелой, и я поехала, и в Сифоре у нас докупила такой более желтый. Я из тех людей, которые любят желтоватые именно консилеры под глазами, они делают меня более отдохнувшей. А тот, который я собираюсь разыграть, он так и называется Natural номер 02. Самый универсальный, подходящий такому славянскому типу внешности. Можете также использовать его для высветления, например, если у вас более глубокий оттенок кожи. У меня вот первый, нет не первый, второй и третий. И даже когда я супер загорелая, ну типа среднего где-то тона летом, да, то я немного добавляю вот этого желтоватого. Но сейчас я спокойно могу пользоваться тоже вторым оттенком. Также у меня в посылочке помада, которая у меня есть. Это даже не помада, это такой оттеночный бальзам. Я добавляю вам его в подарок, потому что я им пользуюсь. И у нее, кстати, не очень быстрый расход. Это помада, которая и увлажняет, если у вас очень-очень сухие губы, то, наверное, нужно что-то помощнее. Но это просто такое хорошее повседневное увлажнение и красивый оттенок, который подчеркнет ваш естественный цвет губ. У меня точно такая же помада, я сейчас не смогла ее отыскать для этого видео. 0,5 оттенок. Очень красивый, выигрышно будет смотреться. Такой вот, знаете, чуть темнее цвета ваших губ. И в конце видео я еще скажу, что будет в подарке. А условия, как всегда, самые обычные. Заглядывайте в инфобокс и пусть удача в этот раз улыбнется тому, кто очень-очень сильно ждет первого, возможно, своего подарка. И подарочек отправлю за свой счет в любую точку мира. О, вау! У меня целых три пакета от Evelyn. Спасибо большое! Как бы это все на себя намазать еще. Наверное, тоже сделаем отдельный обзор. Еще у меня целый пакет от MAC. Тоже хочу снять отдельный ролик, потому что я всем этим пользуюсь от MAC уже очень-очень давно. От Evelyn не все попробовала, признаюсь вам. Это нереально. У них сейчас вышло два скраба для лица. Кстати, я также видела у них линейку с гликолиевой кислотой. Я к ней тоже доберусь. Ну, то есть, расширение к тому тонику, который я вам показывала. Это такой энзимный скраб-гамаж, который наносится на сухое лицо и скатывается в целлюлозные шарики. Господи, наконец-то! И при этом забирает помертвевшие клетки, но при этом не дерет ваше лицо. То есть, это что-то без частичек. И действительно, ананасовый энзим, фруктовые АХ-кислоты. Я видела, что здесь и молочная кислота, и также салициловая кислота, и гликолевая. Но это такое действительно нежное средство, как я сказала. А вот это, это я не люблю. Подарили, да, и жалуюсь. Крупнозернистый очищающий скраб для лица. Ну, серьезно. Я не пользуюсь такими скрабами. На тело пойдет. И, девчонки, вышла также целая линейка помад. Мальчишки тоже, если для вас... Ой, какой красивый цвет. Это номер 300. Ой, не 300, а 003. У меня, кстати, этих помад много. Они у меня, наверное, во всех цветах, потому что приезжали в нескольких посылках. Эвелин очень щедрые ребята, и она так скользит. Супер увлажняющая, и цвет такой не супер плотный. Прям такая, наверное, будет насыщать губы. Класс. Я такое люблю. Ага, помада-бальзам для губ. Вот действительно. Видите как? Прежде чем прочитала, додумалась. Молодец. Блондинка. Вот такие очень симпатичные кремы для рук. Мне очень нравится дизайн с гибискусом и авокадо, интенсивно защищающий с малиной и кориандром. И также глубоко питательный крем манго и шалфей. Пусть вот такой, какой хотите. Я потом уже прочитаю. Ну, наверное, с малиной. Тоже отправятся вам в подарочек. У меня их есть несколько, и они такие приятные, быстро впитываются. И также у Эвелин есть классные кремы для рук с мочевиной. Я обожаю этот компонент. Он реально очень хорошо восстанавливает кожу и делает ее супер мягкой, прям с первого применения. Без малейшего понятия, что здесь написано только тебе. Just for you. Слушайте, это не смешно. Наверное, немного странно получать подарки от совсем незнакомых людей, да? Возможно, когда-нибудь мы это исправим. А пока мне просто хочется тоже тебя чуть-чуть порадовать. Ведь ты для меня это делаешь каждую неделю. Я вам клянусь, что я не давала свой адрес. Ой, спасибо! Я думала, это интернет-магазин. Блин, спасибо большое! Это моя зрительница. Она живет в Польше. И мы с ней регулярно общаемся. Так приятно! Спасибо тебе большое! Обалдеть! Это пижамка! Я была уверена, что здесь косметика. Обалдеть! Это пижамка. И, наверное, это она их делает. Я вам оставлю ссылку внизу. Очень красивый цвет. И шортики. Вот теперь я реально себя чувствую, как будто у меня день рождения. И, кстати, очень приятный материал. Это не тоненький хлопок. Такого не найдешь в магазине. Если вдруг моя зрительница сама делает это и продает, то я обязательно оставлю вам ссылку внизу. Прости, пожалуйста, что я так затянула. Но подарки ждали того, чтобы я распаковала. Хотела сделать посленовогоднюю распаковку. Потом, ну, как-то так это все затянулось. Вот видите, только к дню рождения. Но все равно приятно так как. Спасибо! С ретинолом от SkinCeuticals я познакомилась до того, как ко мне приехал этот крем в пиар-рассылке. Я заказывала себе вот такой менее концентрированный. Здесь всего 0,3% чистого ретинола. Если вы так же, как я, больше для профилактики используете ретинол. Если вы абсолютный новичок, а я начала пользоваться ретинолом только этой осенью или как-то в конце лета, когда солнце стало менее активным. Но я всегда защищаюсь, поэтому я на свой страх и риск даже в солнечный день, ну, то есть вечера могу нанести и на следующий день там SPF за этим следить. Но вообще, как бы я работаю дома, я солнца очень часто не вижу. Если вы сидите в офисе, то я думаю, что можно даже до весны спокойно пользоваться, если вы не планируете на Бали. Я больше хочу получить зимний отдых и насладиться зимой. А в теплые края съездим весной. Хотя это тоже классно. И зимой вырваться в лето. В общем, поговорили о Бали, теперь давайте о ретиноле. Этот крем очень-очень эффективный. Я даже не могу его использовать каждый день. При том, что я делаю кислотные пилинги и ретинол использую не впервые. Поэтому, девочки, не балуемся. Кто впервые будет чем-то таким пользоваться и не знает своей реакции. Очень-очень постепенно, раз на ночь. И потом очень хорошо увлажняем, восстанавливаем кожу на следующий день. И вот то, что мне сейчас прислали, это крем с максимальным содержанием ретинола. То есть, это для продвинутых. Если вы прошли курс вот этого крема и хотите что-то еще помощнее, то я думаю, что стоит обратить на него внимание. Но первый раз бабахнуть себе на лицо очень сильно вам не советую. Потому что вы можете очень сильно пересушить кожу. И возможно, даже у вас будут какие-то покраснения. И можете облизать кожу. Поэтому маленькими шагами к большому успеху. Ретинол это компонент, который и выравнивает текстуру, и подтягивает поры. И также предотвращает появление высыпаний или подлечивает их. Это то, что я заметила на себе. И вот я два месяца где-то регулярно пользовалась ретинолом. Я была очень довольна состоянием кожи. И сделала небольшой перерыв. Но это такая история, которую вы можете тянуть долго и регулярно им пользоваться. Для поддержания эффекта. Это антивозрастное действие. Это выравнивание оттенка кожи. И лицо потом как отполированное машинкой полировочной. Очень люблю ретинол. И он, кстати, не так сильно сушит, не так сильно раздражает кожу, как, например, гликолевая кислота. Сейчас из кислот я оставила себе только крем, который иногда я использую и том, для того, чтобы попробовать что-то новое. И тоник также оставила. Но если вы ищете что-то для следующей ступени, то я думаю, что SkinCeuticals это вообще чудесный вариант. Потому что многое из того, что я пробовала, стало моим настоящим мастхевом. И регулярно возвращаюсь к их средствам. Это абсолютно точно. Я уже почти сварилась под этими лампами. Но у нас последняя посылка. Она от Pixi. Вот если они что-то присылают, это всегда много. Это всегда очень щедро. И это всегда очень радует. И это тоже качественно. И вот Pixi в честь своего дня рождения дарят подарки. И здесь палетка, которой пользуется моя мама. Я ее подарила ей. Она говорит, что это одни из лучших теней, которые у нее есть. Я чуть не осталась без ногтей. Это палетка с матовыми тенями, шиммерными и сатиновыми. И она действительно в такой нейтральной гамме. То есть она не ржит, она не слишком холодная. То есть это не глухо-серые цвета. И при помощи этих теней вы сможете сделать как повседневные макияжи, так и что-то более насыщенное. Потому что вот последний ряд и даже предпоследние, они такие более глубокие. И я бы хотела тоже добавить эту палетку в подарок, который я собираюсь разыграть. Сейчас уже не стану доставать, потому что это нужно сделать при помощи какого-то ножа или чего-то. То есть плотно прикреплено здесь. Я также добавлю тоник для лица с гликолиевой кислотой. И вот этот мист. На этом у меня все. Не забывайте поставить пальчик вверх, если вам было интересно. Если я скрасила вашу уборку, готовку, чаепитие или вы пообедали вместе со мной. Мне всегда очень интересно читать, чем вы занимаетесь за просмотром моего видео. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok